У меня тут срочная распаковка. Очередная посылка из оптхоза, заказанная ещё зимой. Три коробки в идеальном состоянии. Приехали службы доставки ПЭК. ПЭК мне прислал уведомление ВКонтакт, что 21-го числа ко мне выехала и ориентировочно 25-го приедет. Но когда коробки приехали, он не сообщил. Я ждала уведомления и никакого ни ответа, ни привета. Хорошо, что я сама заглянула. И они с 24-го числа оказываются уже на складе вязьми. Меня ждали, а мне никто не сказал. Это удивительно. Причём у них же хранение, как бы там срок хранения есть. Их могут обратно отправить. Ой, только сейчас заметила. Это гладиолус. Какой у него странный цветок. Очень странный. Как какие-то зубы дракона прям. И бутоны. Просто адский ад. Вот у этого не такое. Вот этот нормальный. А этот какой-то прям монстр. Причём вот этот тоже нормальный. Вот. Вот это вот один такой странный. Вообще. Надо как-то его... Он ещё наклоняется. Ладно, потом подвяжу. Сейчас я открою коробочку вот эту. Три коробки. Будем смотреть. Две сосны от опыта хоза у меня уже сдохло. Из первой посылки. Та, которую они первой прислали. Но уже дохлую. И вторая, которая там была заплесневелая. Она тоже того. О! А тут прям красота. Это... Так. Какой-то монарх. Кто такой монарх? Посмотрим потом. Это не подписанно. Значит, там горшок подписан. Вот. Очень клёвые туи. Но ПЭК вот реально вот видно, что они везли в нужном положении коробку. Не кувыркали её и ничего с ней не делали. Вот. Очень классная туя. Вообще. Я очень её хотела. Это... Здесь, по-моему, должны быть молниана, холуб и кто-то ещё очень красивый. Так. Ёлка. Надо будет снимать пакеты, чтобы название их найти. Ёлка вот с приростами. Вроде ей очень неплохо. Хорошо, там склад просторный. Он хоть металлический, но вот жара началась втира сильная. А так они всё-таки стояли в более-менее таком помещении проветриваемом. Ни на жаре, нигде. Поэтому вот с этими прям вообще супер всё. И они такие классные. Вообще. Вообще-вообще мне так нравится. На картинке она была не такая классная на самом деле. И прям большая. Так. Теперь эту коробочку открываем. Ну вот. А тут коробочка с коробочками. Там, возможно, можжевельники. Такие же я уже заказывала и ещё приехали я. Потому что заказала их потом повторно. Сейчас я почитаю. Растения, которые вычеркнуты, не прошли контроль качества перед отправкой. Денежные средства возвращены на счёт в магазине. Так. А не прошла еле обыкновенная виппинг блю. Ничего себе. Понятно. Так. Так. Ладно. Вот это всё, наверное, эти маленькие можжевельники. А туи. А туи я сейчас скажу, какие туи. Туи западной, молоняна, холоп 3 литра. Это вот это вот. Туи западная сорт зматлик 3 литра. Туи запада и туи запада сорт пендула. Но это, наверное, зматлик вот этот вот. Вот эту ель мы потом посмотрим. Сейчас, пока откроем всё остальное. Коробки я в конце буду открывать. Сейчас тогда вот ту коробку откроем. Большую. Так. О! Прям всё. Лежит. А? Можно? Можно? Да, дядь, можно? Да, да. У меня тачка есть, а у вас нет. И кто тут хомячок? Я говорю, у меня тачка есть, а у вас нет. И кто тут хомячок? Меня хомячком обозвали. Потому что я не езжу. О! Какая туя. Какая она тоже хорошая. Меленькая. И узенькая. Стой. Ровно стой. Прям какая-то ель. Давай. Ой. Вот ель. Мне что-то не очень нравится, как выглядит. Потому что у неё... Нет, ну приросты у неё выросли, а вот эти иглы... Как будто она то ли подмёрзла, то ли ещё что-то. И макушек нету вот здесь обломано. Вот ель мне сам качество... Какой-то обглодыш. Она, конечно, живая и выправится, но... Помялась ещё так. Ну, голубая, да. Вот сколько почек у неё не проснулось. Вот. Надо её как-то... Ладно. Распакуем. Какой тяжёлый горшок. То есть она там очень мокрая. Тут у нас это просто... Картонки, которые... Здесь всё... Амортизируют. Вот ещё одна. А, вот это туя пендула как раз. Которая плакучая. Плакучая туя. Это посылка у меня... С туями. Такая у нас... Туёвая посылочка. В общем, эту тую надо будет привязывать, и она... Проводник будет вверх. Его вести надо. А ветки будут свисать вниз. У меня есть две плакучие, маленькие. Вот это будет ещё одна. Вот ёлочка. Видите, она? Хотя иголки и держатся. Но что-то они подопрели зимой. Подмёрзли, может быть. Я не знаю, это в дороге произошло или... Она такая и была. Ну всё, здесь вроде больше ничего нету. Наполнитель из гефрокартона лапша. 3 килограмма. Представляете, мне 3 килограмма картона даже больше прислали. Вот. Но его можно как раз в компост куда-то что-то им замульчировать. Вот. Ну, я сейчас буду открывать вот эти коробочки. Посмотрим, что там. Ещё одна туя. Туя западная спиралис. Маленькая туйка. Так. Эти туйки вообще там по 300 рублей, по 200. Ещё одна. Деград спайр. Ещё одна тоже. Узкая и высокая растёт. Такая длинная. С толбиком. Ну, как копьё. Ой. А вот это вот неживое. Ну, может, что-то осталось живое, но по факту оно неживое. Это можжевельник обыкновенный калий баб. Вообще. То есть здесь почки чёрные. Внизу, может, вот тут одна живая. Но вот это всё. Да и сам саженец очень такой чахлый, дохлый, вообще ни о чём. Так, это у нас... Вот это вот хороший можжевельник. Нормального качества. И он вполне себе живой. Обыкновенный. Голд Мэнджел. Голд Мачэнджел. Вот он такой золотистенький, прирост у него. С ним вот всё в порядке. То есть это уже дохлый клали просто. Потому что, судя по другим растениям, с которыми всё в порядке, это не общее там условие перевозки или ещё что-то. Можжевельник обыкновенный суицидца. Суицидца. Ну вот это повторные. Причём прошлый калий баб, он был хороший у меня. Который мне присылали. А ты кто? Ёлочка. Ёлочка. Очень маленькая. А где твоё название? А вот Миджет. Это ёлочка Миджет. Ну ёлочка нормальная только. Малюсенькая-малюсенькая. Ну она и будет малюсенькой-малюсенькой. Так, а ты у нас кто? А можжевельник китайский. Ну шансы на выживание у него у нас маленькие. А лежачий нано. Значит у этого есть шансы на выживание. С улиткой. Мне пассажиры прислали. Ну тоже такой миленький это, который будет ползти. Не знаю, вот эти вот с такими иголочками можжевельники у меня почему-то они выпривают. Ещё с ними что-то случается. Так, и вот последняя коробочка здесь. А вот он как раз, наверное, китайский. Вот там даже какие-то ягоды. Но он очень сухой. Нет, не сухой. Он почему-то лёгкий очень. Здесь вот отваливаются уже. Это, наверное, грибы. Какой-то он прям странный. Он подопрел. Ну это ладно, это будет. Вот я не знаю, выживет он или нет у меня. Ну посмотрим. Так-то он вроде в хорошем состоянии. В принципе, надо их побыстрее пересадить. Это монарх. Это китайский можжевельник монарх. Ну вот. В общем, ёлка большая и дорогая. Ну, стрёмная. Ну, надеюсь, она оклемается и не помрёт. Вот. Один вот этот вот. Колебаб. Он, конечно... Сколько он стоил? А-а-а! Колебаб, колебаб. Можжевельник. А-а-а! Триста тридцать шесть рублей. Ну вот. Вот это я бы не стала за триста тридцать шесть рублей покупать это точно. Он просто... Очень плохой. Изначально был. Вот. Остальное вот очень хорошее. Но вот эта штука, это просто какая-то штука волшебная. Надо их подвязать. Хотя, вроде и так тоже хорошо смотрится. Можно сломать нечаянно. Это гладиолусы. Да. У нас 29 июня сегодня. 21-го это мне выслали. 24-го. 24-го оно ждало меня на складе ПЭКа. И мне там не сказали, что моя посылка приехала. Поэтому задержались. Вот. А гладиолусы уже цветают. Это всё лучик вырастил. Просто я в этом горшке их как бы осенью выкопала, где они у меня росли. Кинула в горшок и прям поставила этот горшок у лучика в его... Этот самый... Холодильник. Он так там и стоял. И вот я с тех пор его не достаю и не вынимаю этот гладиолус. Вот он цветёт в конце июня. Я сняла пакетики с горшков. Надо срочно пересаживать. Это ту и западное пендуло. Как я и предполагала. Вот корни здесь вообще у неё лезут. А сейчас такая жара, что будет моментально просыхать. Вот. Это туя Змятлик. Туя западная. Тоже очень такая пушистая, красивая. Компактная туя. А это туя... Вот у неё здесь название. Это Бробек Тауэр. Тауэр. Башня. Вот она такая узкая будет. Похожа веточками. Тауэр. В принципе тоже коротенькие веточки. Ну а это Маланьяна холоп. Она вообще очень микро нанотуя. Ну и такими непонятными вот башенками растёт в разные стороны. Она вообще очень классная. Вот. А ёлочка вот эта вот оказалась Соня. Причём она всего полторы тысячи стоила. Вот так и не угадаешь. Вроде как смотришь, дешёвая ёлочка в маленьком горшке. А приезжает... Ну то есть я подумала, что Соня в принципе она стоит вот такая тысяча три. Думала, что будет какой-то заморожь. Потому что часто горшок большой, а саженец в нём мелкий. Но приехал очень хороший. Но она на самом деле вот это прирост этого года. То есть где-нибудь в марте она была раза в полтора меньше конечно. Ну а это ель колючая Blue Wave. Вот. Она такая должна быть кривая. Но кроме того, что просто плохое качество. Почки не раскрывшиеся и всё. Ну посмотрим. В общем пересаживать надо срочно. Особенно вот эти маленькие все. Но я не могу. Артём у меня на тачке на моей уехал. Вот. Так что буду ждать, когда мне вернут тачку. Мне она нужна, чтобы замешать в ней грунт. Вот так. Вот такова красота.